здравствуйте вы не задавали себе вопрос на каких же самолетах мы с вами все время летали и летаем до сих пор пока еще кстати сами посмотрите вот flight radar смотрите это боинг авиакомпания аэрофлот что это такое это что за государство читаем внимательно британские виргинские острова следующий опять airbus британские виргинские острова и вы можете перепробовать все самолеты летящие сейчас в небе сейчас еще летают по стране хотя бы те самые 500 бортов лизинговых вот все они британские виргинские острова их порт приписки у них пятибуквенные номера такая номерация латинскими буквами а вот наш самолет супер jet смотрите это пятибуквенные пятицифровая уже номерация то есть цифровая как советском союзе ту-154 был 85 там три цифры после супер jet вот тоже видите то же самое то есть что у нас получается получается всю постсоветское время мы фактически имеем иностранный воздушный флот да с нашей авиации очень много проблем но мы сейчас с этим разберемся и вот санкции которые ввели что водит вводит в течение месяца фактически вернуть все эти самолеты обратно за границу в телевизорные компании которые фактически британские ну сами посмотрите британские виргинские острова для чего это делается ну да это такое такая санкционная политика как бы началось все с падения карточного домика то есть просто лондон запретил полет аэрофлота в англию наши тут запретили для английских авиакомпаний пролет сибирского маршрута и посыпался карточный домик то есть европа вся летать запретила для чего это дело делается непонятно либо это продуманное все либо это просто случилась очередная дурь но вообще дурью мало пахнет потому что только что мы видели всю ситуацию когда фактически мир был поделен и невозможно было попасть в целые регионы такие как австралия невозможно было попасть большую часть европы а сейчас все уже по другим причинам снимается а начинается уже горячая фаза но сегодня не об этом сегодня о нашей авиации то есть что нам делать я разберу всего лишь один пример с тем как нашей стране вырулить из этой ситуации кажется все то есть они забирают самолеты мало того у нас фактически две фирмы основных это боинг и airbus и они даже запчасти запрещают поставлять сколково закрыли обучающий центр учебный центр боинг то есть фактически все давайте наши самолеты мы запчасти вам не будем поставлять даже сейчас они вот летают у нас в небе но им понадобится техобслуживание то есть самолетов регламент определенный узел или агрегат летал какое-то количество часов его нужно менять или перебирать что-то с ним делать нужно тех центра тех-центра не забирают и что делать в этой сложившейся ситуации до понятно что воздушное пространство закрыли то что сейчас они забрать их физически не могут то есть мы их туда не погоня потому что для нас воздушное пространство закрыта для российских самолетов а не сюда прилететь и забрать их тоже фактически не могут то есть действительно через какое-то время весь этот флот в 500 самолетов фактически встанет это авиакомпании аэрофлот и россия и победа и сэван там и уральские авиалинии все это встанет и будет стоять на наших аэродромов получается многие скажут все наши авиации конец то есть что будет на чем мы будем летать то есть вот одна из санкций фактически ударила по перемещению по стране по важнейшей фактически отрасли хозяйствования но не так все просто давайте все-таки обратим внимание то что есть конкретно у россии и попробуем разобраться в этой ситуации с трезвой головой вот я нажал на супер jet этот самолет очень многие ругали но у него российский номер и фактически регистрация россия то есть он не лизинговый если он даже лизинговый то эта компания иллюшен финансы тоже наша местная лизинговая компания потому что все самолеты в общем-то выкупают лизинговые компании которые находятся под банками и так такая ситуация лизинга по всему миру то есть очень мало его компании имеет свои государственные самолеты в мире вообще вот это вот компании sky team если вы когда-нибудь видели действительно там их прям несколько этих но основная такая sky team называющиеся есть самолеты у нас кстати в аэрофлоте даже у которых просто сказать sky team написано без ливии без раскраски ну а так вообще около в районе кабины пилотов там между первой дверью и кабиной обычно вот это вот sky team но вот все то есть иностранные лизинговые компании не работают остается у нас супер джет что такое супер джет в принципе было столько на него нареканий я помню как многие супер джет похоронит русскую авиацию там и все такое почему не ту 334 и в основном в этом были заинтересованы как раз украинцы то есть они продвигали эту позицию ту 334 из-за чего мы сейчас как раз подумаем и вот из-за этого кстати можно и дальше оживлять нашу авиацию то есть тут 334 это был устаревший в общем-то самолет это был так называемый помните як-42 а была его версия як-46 это як-42 был трехдвигательный а як-46 был двухдвигательный то есть с усеченным салоном фактически вот тут 334 это реанимация этого як-46 почему там были очень большие проблемы с як-42 он был единственный конкурентоспособный самолет фактически в конце советского союза там в семидесятых восьмидесятых годах у него была катастрофа на начальном этапе что надолго отбросила его фактические влияние в эксплуатацию а потом проекты як-46 более мелкий вариант вообще закрыли и в итоге концу советского союза их успели построить всего 180 штук был он оснащен первыми турбовентиляторными двигателями d36 как раз завода мотор сич и который находится в запорожье в общем то почему украина и педалировала этот проект она даже выкупила готовые вроде бы как экземпляр этого ту-334 потом мы начали делать суперджет все кричали и визжали он тяжело шел этот суперджет на нем пришлось все отрабатывать но самое главное все-таки самолет получился и он не хуже эмбраера есть еще кстати третий производитель самолетов тоже эмбраер там 190 вот 195 они берут тоже около 100 пассажиров как и суперджет маленький боинг но кстати эмбраер тоже отказался хотя он и бразильский обслуживать самолеты в россии по причине того что двигатели у него американские авиа не к этому эмбраер это так тоже в принципе американский продукт как и суперджет делался первоначально что мы выиграли суперджетом то есть суперджет дал возможность без бумажного проектирования то есть под мы получили его проектируя создавая от американцев так того что нас не было это систему программного обеспечения для конструирования самолетов без бумажного чтобы не не сидели там тысячи помните как в кб бедных чертежников и все это вычерчивали это все сократило персонал и возможность более точно проектировать самолеты в общем то это было первое второе мы получили там очень много технологий потому что поставляли в его части достаточно большое количество фирм больших там же самолет и топливные системы и системы кондиционирования навигационные системы в общем-то самолет как-то сделали да там нашего всего там 10-20 процентов было но потом дальше с развитием этого проекта мы начали получать все большую большую так сказать локализацию нашего производства и в принципе уже дошли до создания своей навигационной системы и самолет уже можно собирать без участия америке то есть фактически он наш остались только двигатели это опять у нас был у нас всегда проблема была с двигателями военные двигатели у нас сумасшедшие прекрасные а гражданские двигатели мы не могли создавать ну советскому союзу это было не надо потому что нефть была дешевая и в общем-то ту-154 все остальные там 86 они летали на до 30-ых двигателях на нк-8 различных которые в общем-то потребляли очень много вот сравните сами ту-154 180 человек он фактически перевозит у него заправка там 38 тонн и летит он там м колитела у нас до 30-ми на четыре с половиной тысячи километров и сравните он боинг 737 800 и допустим у него то же самое 180 человек заправка у него там 20 тонн летит он на 6000 километров то есть вы сами посмотрите все это из-за двигателей потому двигателя не было единственный приемлемый двигатель был этот мотор сич как раз д-36 которые устанавливали на як-42 и который кстати планировали устанавливать на этот ту-334 там еще было проекты ту-224 в общем задним расположением но вот у нас есть супер jet у него сейчас не хватает в общем-то только одного у него не хватает нормального двигателя до создания нашего двигателя еще ну пару лет наши только pd-14 для ms21 еще до конца не доделали только то есть еще сертификация длительный относительно процесс но в общем-то на супер jet двигатель в меньшем варианте который называется уже номер восемь у него они 14 более мел мелкого варианта он еще не готов в общем-то но и вот он мотор сич а там есть уже двигатель d4 36 которые там на бедве есть и ставится там еще на ряд самолетов там на 148 он ставился то есть в общем то мы получили супер jet там большое количество технологий и плюс если даже не этот французский двигатель а кстати французы поставляют для этого двигателя супер jet а сейчас горячую часть то есть сплав видимо там мы не можем понять сами еще секреты разгадать то есть они поставляют горячую часть а мы лопатку же турбина наворачиваем если они даже перестанут горячие части поставлять в общем то есть готовый d4 36 и при реанимации запорожского завода вот мотор сич мы спокойно в большом количестве можем производить уже супер jet а с запорожскими движками пока разрабатывается наш двигатель ну в общем то это уже будет система кооперации то есть большой плюс некоторые скажут это все надолго там и все остальное но все опять же очень интересно посмотрите википедия да в общем-то супер jet of по количеству сделано уже больше чем як-42 тех было 180 супер jet of как-никак в тихим сапом почему-то уже 201 сделано то есть получается и объемы производства у хорошие в авиакомпаниях вот достаточно много да его там ругали из-за того что и отказались от него мексиканцы авиакомпании интержет потому что была плохая логистика то есть наши это не смогли сразу понять и сейчас логистику сделали и появились наши уже авиакомпании которые на них спокойно летают дальность у него хорошая там да если на него поставить с эти движки запорожские d436 он будет летать может у него сейчас дальность четыре с половиной но будет три с половиной летать в общем то но пока перебиться хватит но самое главное этих самолетов 200 выпущено а в авиакомпаниях то их всего посмотрите сами да таких данных особо нету но их где еще 100 что они ждут и в общем то они могут час выйти откуда-то появится то есть скорее всего вот эта нестыковка в произведенных бортах и находящиеся в авиакомпаниях посмотрите сами в авиакомпаниях если все суммировать ну чуть больше ста получается выпущено 201 где остальные то есть они где-то находятся и сейчас видимо выйдут в общем то это видимо и был тут резерв что такое вообще 200 самолетов для россии в общем то это немало если мы имеем весь парк сейчас основной 500 чем-то который все в лизинге и вот кстати кроме суперджетов больше наших самолетов на рейсах то нету а их всего 100 то есть получается парк около 600 самолетов это взять все если и широко фюзеляжные дальние там и средней дальности и вот эти вот суперджеты еще у нас эмбраеры летают похожие по классу но 200 самолетов допустим они забирают у нас самолет станут ли у нас авиаперевозки я думаю что нет то есть если у нас появляется еще 100 суперджетов из кармана и мы за год еще можем выпустить сотню потому что завод скорее всего в комсомольске на амуре вышел на такие мощности 80 100 самолетов в год оснастив их мотор сичем который тоже работает то есть 300 самолетов если они будут меньше проставить в аэропортах в общем то то летать они будут достаточно хорошо и внутренние перевозки средней дальности они не пострадают то есть это уже фактически половина парка но это через год будет сейчас 200 рейс 200 самолетов они в общем-то перебросить да у него вместимость меньше да у него он там не боинг 737 но извините 737 летом они под загрузка летают а зимой они как раз летают в половину там 180 человек а за загрузка там 80 и или 100 человек вот я когда еще заканчивал академии гражданской авиации в свое время у нас были як-42 в краснодаре в парк них 120 человек но средняя загрузка его было 70 то есть по году в каждом рейсе то есть этот суперджет в общем то что-то перекрывает и самое главное что не будет коллапса это все наши самолеты логистика есть если их до выпускаются этими запорожскими движками промежуточную версию они еще какую-то нижу займут то есть не все так страшно кстати на суперджете несмотря на его катастрофу по шереметьево там из-за неумения пилота в общем то он обычный западный самолет со всеми стандартами безопасности и самое интересное у него летать удобнее у него с одной стороны два человека с другой три три места то есть все конечно сейчас будет очень много скептиков россия делает калоши валенки какие там самолеты но давайте дальше смотреть по цифрам то есть в общем то парк суперджетов это уже половина в общем то за год восстанавливается половина парка того что было вот этими лизинговыми и которые в общем то в большей части эти лизинговые самолеты они же простаивали они совершали один рейс вот как вы видели самолет прилетел из аэропорта в аэропорт там экипаж саннорму допустим вылетел вылетал новый экипаж сел обратно улетел да и так вот он по несколько рейсов в день делал до пандемии до девятнадцатого года но сейчас они все стали и стоят тут на стоянках смотришь аэропортах они все забиты таких то есть нет не возобновились перевозки и 8 самолетов лишних получилось много за них налоги там капают и все остальное в общем смысл вы понимаете то есть как коллапса на перевозках средней дальности не будет но что у нас еще есть сложного то есть сложности перелетов за границу но опять же вот авиакомпания допустим азур которая летает сейчас в турцию в египет мы на ней летали это турецкая компания то есть опять наши подстелили соломку nordwind тоже там туров директор авиакомпания хотя не поймают зачем этот борту них забрали ну там тут тоже как и какое-то движение но в любом случае там пегасус до . у нас у аэрофлота победа лоукостер также у туркиш пегасус авиакомпания нас спокойно перехватит все эти перевозки аж бегом да придется отдать какую-то часть рынок иностранцам ничего страшного то есть мы мы с вами не пострадаем потому что авиация такая вещь что они за аэропорт платит за обслуживание платит за заправку платит за управление воздушным движением платит то есть какая разница кто прибыль будет получать зато мы ничего не вкладываем а платежи все опять же есть опять есть еще у нас эмирейц а у них лоукостер fly дубай тоже спокойно какие-то рейсы возьмет может и сама эмирейц взять какие-то рейсы то есть за границу опять у нас мы можем в общем-то воспользоваться услугами этих двух компаний как туркиш с его лоукостерская дочка и так и эмирейц можем воспользоваться и в общем-то и китайскими авиакомпаниями потому что сейчас китайцы благодаря нам получают снимают вообще сливки со всего перелета в европу мы японцам запретили летать через нашу территорию англичанам запретили европейцы сейчас тоже видимо получат через россию будет летать невозможно кроме китайцев фактически и южная корея выключена она не будет дать япония не будет все все упала юго-восточная азия на китайцев и какую-то часть авиаперевозок там от владивостока до москвы они могут на своих бортах спокойно выполнять да суперджет на суперджете тяжело с двумя дозаправками до владивостока лететь там или до магадана и теперь перехватят в общем я думаю с этой стороны коллапсом не будет но самое главное вот эта вот ситуация сложившаяся она в общем-то дает возможность развиваться нашему авиапрому что у нас есть кроме суперджетов в авиапроме это мс-21 в общем-то это старый проект яхт 242 но его доработали в общем-то под него делается сейчас двигатель вообще мс-21 должен был с американскими двигателями выходить по контракту но теперь скорее всего и контракта не будет то есть он спокойно выходит с пд-14 с ценой на 30 процентов дешевле боинга но при этом с такими же характеристиками да не лучшие характеристики но такие же характеристики комфорта в нем гораздо лучше сидеть удобнее как широкофюзеляжном самолете проход шире из-за этого и много различных заманива вещей то есть и локализация производства очень большая то есть фактически если двигатели планер разрабатываются у нас то это все навигационную систему тоже наши фактически на него уже сделали и также как и на супер jet уже американская будут сниматься там этот стеклянная кабина там все эти фмс и которые завивать они были американские сейчас будут наши в общем то то есть никаких проблем не будет и супер jet очень быстро добавится мс-21 на в общем-то маршрутах которые он заменит атома а320 а321 бойц как раз все с порядком роста авиаперевозок по широкофюзеляжным самолетом здесь все очень интересно наши вот этот двигатель который они разрабатывают под широкофюзеляжный замену американском потому что у китайцев та же самая система китайцы разработали свои самолеты а двигатель американский то есть и могут дать могут не дать вот они разработали комок похожий на мс-21 но только с более узким фюзеляжем и сейчас вот у них компания комок вместе с нами в 50 на 50 разрабатывает уже широкофюзеляжник под наш двигатель на базе наших наработок поил 96 то есть это дело тоже ближайшего времени но я думаю что не начали срочно производитель 96 сейчас по закладывали где-то через несколько месяцев мы увидим выход нам в общем то чтобы обеспечить дальние перевозки ну нужно но 20-30 бортов на всю страну вы сами посмотрите нам летают 747 россия которые вот на хругаду летают там вечно эти их всего там три и четыре штуки мы все время в небе видим но можете больше то 777 их ну тут тоже чуть-чуть в современной экономике это в общем то уже никому не важно мы нефть сами добываем это внутренний рынок и все равно перевозки на нем не будут убыточными в данный момент для авиакомпаний тем более если в общем то у него 96 не будут двигатели вместо ps90 которые были советские будут вот эти вот разработанные ппд-14 для мс-21 спокойно вешай и лети и лети тем более вот они которые выпускают пытаются л-96 и сделать он уже в принципе был когда-то удлинен сейчас он в версии 400 там по 470 человек и л-96 300 привыкли а вот 6 400 на 450 человек в общем то опять проблем особых не будут не будет я думаю они наклепают 20 бортов там за год и в общем то все это будет происходить вместе с надуванием перевозок и в общем то хочется сказать что вы поняли что эти эти санкции не критично то все пишут все мы больше никуда летать не будем ничего не случилось в турцию азур как летал так и летал сейчас если что увидите там пегасус на этих же чартных перевозках в египет то же самое все про все так и будет единственно будем видеть рост перевозок суперджета не час все сделают вот у нас стоит авиакомпания в краснодаре этих суперджетов прекрасно на везде летает а сегодня хорошо не удать дальность кстати у этого супер же там 100 100 человек берет как ту-104 советский этот первый реактивный и по количеству пассажиров и летает на четыре с половиной тысячи километров фактически долетает до иркутска из москвы этот супер же вроде маленький и брайер зато на рынок не зайдет а наши все авиакомпании они сейчас очень сильно пополнит портфель заказов и м с 21 и того же суперджета и да дадут возможность этим самолетом развиваться до невозможно все заменить мы все-таки находимся в мировом рынке кто-то тоже не невозможно чтоб страна все производила сама как советском союзе мы вроде все производили а джинсов не было макдональдса этом не было пепси колы дефицит был мы не могли все это производить если бы мы могли бы смогли бы тогда это все производить эти джинсы за которые в общем-то в 90-е годы все и случилось и из-за нехватки джинсов и японских магнитофонов развалился советский союз сейчас такого не будет во-первых китай все для них все для этой европы делает это это основной производственные резервы сейчас в индию тоже все втыкается что в европе производится только интеллектуальный продукт какой-то во всем остальном он в общем-то производится в китае шмотки я не думаю что это ударит сильно потому что в магазинах все пропадет то что и те сейчас закрылась ну закрылась откроется опять потом не все же в идее покупали там да это было удобно какие-то удобства действительно потеряются но что-то и придет в общем всех остальных вещей по газу все кричат на мой северный поток вам теперь никогда не вернуть а зачем он нам теперь нужен все наша гтс основная которую строил весь советский союз уренгой помар и ужгород вот это вот который по украине идет она вот вернулась домой также как сама украина в общем то а этот северный поток он строился швейцарии австрия германия они туда вкладывали деньги пусть теперь сами подкидываются и оказывают давление на свои правительства потому что европа в общем то без нас существовать не может и не будет такого как многие описывают сейчас мы тут все в калоши в валенке оденемся не будем нас самолетов ничего не будет не будет шмотки не будет жрачки все будет прекрасно а самое главное мы сейчас скорее всего избавляемся от того о чем очень давно говорили помните опять же биленки билеты банка россии то есть вексель несуществующего банка россии центробанк который у нас фактически подчиняется мвф и является частью фрс фактически он утрачивает свою силу вот вам то что говорили плюс конституция и если действительно идет как путин начать путин точно вторгнется на украину и точно он собирает ссср 20 и вторгся и собирает ссср 20 как бы это кому не нравилось ассср 20 это новая конституция и новая денежная система когда это будет введено сложно сказать да мы сейчас больше всех вот блогеры очень сильно страдают по этой сейчас ситуация они отменили монетизацию по россии то есть сделано это специально чтобы сбить благосферу про вы поняли кого и чтобы мы все сели то есть нас в основном то смотрит россия и они запретили рекламу по россии они не убрали монетизацию только по россии да у меня там 60 процентов россия смотрит столько-то украина который сейчас не может смотреть из-за того что там с интернетом перебоя и там такой раздел общества и ну и по чуть-чуть то есть для блогера для одиночки в общем-то ничего страшного все пони отдохни каждый блогер может пойти отдохнуть там рыбу половить там заняться другой деятельности тем более в основном все работают занимаясь этой деятельностью как вторичной я же так сделать не могу мне историчная деятельность но вы сами поняли по количеству выхода фильмов по всему что я сейчас делаю мне будет очень тяжело потому что у меня еще коллектив не надо платить зарплату с ними прощаться не хочу потому что я скажу ребята все закрываемся встретимся через два или три месяца и все потом я никого не найду и мне придется начинать опять с нулевой точки мы сегодня со многими блогерами разговаривали что делать дальше я буду делать таким образом у меня есть спонсору да это дорого целых 500 рублей в месяц это только для моей аудитории которая в общем-то отслеживает то чем я занимаюсь и кому это действительно интересно я буду продолжать там деятельность метам свой отдельный контент идет и я буду туда выкладывать полностью все свои новые наработки на ю тубе я буду выкладывать укороченные версии перейду в 10-минутный формат как крамола и продолжение будет на спонсор ru все фильмы которые это если еще youtube останется если не останется у нас есть дублирование на яндекс дзен у там все старые фильмы находится на яндекс дзен я вас очень попрошу для начала подпишитесь пожалуйста на яндекс дзен вот ссылка под видео выскакивает яндекс дзен это набор всех наших фильмов которые мы создавали если youtube сейчас от игры прекратить свою деятельность на спонсору я буду дальше за ним то есть все мои дальнейшие исследования фильмы по египту по турции мое развитие моей гипотез в таком же качестве как я делал для youtube будет выходить нас на спонсор ru а на ю тубе вы поняли что будет выходить будет демо версии выходить 10 минутки и какие-то вот наши мнения как сейчас я буду стараться общаться с аудиторией потому что в общем-то всегда есть надежда мы очень долго работали на развитии ютуба я не покупал никогда никаких подписчиков никакие лайки себе не покупал мы работали честно пытались учиться маркетингу названием фильмов пробрасываться в отличие от некоторых других товарищей которые покупали себе подписчиков и делали себя непонятно что но это уже второе вторая ситуация то есть мы будем оставаться на ю тубе в каком-то формате вот таком укороченным но более глубокий контент все спонсору теперь у меня другого варианта нет почему потому что яндекс дзен это тоже иностранная организация в общем-то это иностранные серверы youtube тоже все понятно то есть если начнется падение этого информационного занавеса как занавеса который мы говорили иностранные серверы в общем-то туда и не долезешь где-то хранение происходит будет чистый рун и и я выбирал компанию спонсору куда куда перенести свою работу очень чисто вот по этим в общем-то позиция это наша питерская компания наши питерские российские хранилища то есть у них всегда даже при отделении рун это от основного от остального интернета мы остаемся и вы будете с нами пока так нам сейчас нужно сохраниться сохранить коллектив чтобы не просить у вас ничего а то что опять многие скажут я не пойму вот почему-то другие блогеры этого не объясняют на других тематиках что так также ты же не можем объяснять придя в магазин что а вот дайте мне эту конфетку потому что блин нехорошо быть продажи как его называть торговцам вам просто по лбу дадут и все то есть все мы живем все-таки в такой парадигме нет ничего ничего другого нет сейчас мы сгруппируемся в спонсоре ru потом будем развивать другие площадки кто-то скажет а бастион там еще куда-то не надо никаких бастионов с криптовалютами там и сами там с ними играетесь у нас замены нету ru tube нету правительству говорили сто раз вы или сделайте нормальную систему куда бы могли перейти российские блогеры убежать от этих дебильных как его называть которые около киевской телевышки сидели заваливали всех непонятно какими комментариями тролли это нет ни не сделали все вот теперь показала что проигрыш в информационной войне это достаточно серьезно из своя система нужна была возьмите хотя бы у китайцев эту систему там сегментируете нет вот теперь вы ставите сколько сколько блогеров которые создавали фактически альтернативное телевидение пойдут по миру ладно у нас контент такой да он не широкий но он в принципе специалисты всегда у нас будут а вот сколько людей travel блогеров работала там различных просто интересный контент делали вот что им теперь делать этим людям они это были все-таки рабочие места это было собственное проявление а теперь ничего чтобы развить канал это много лет и работы я развивая канал фактически платил зарплату монтажеру целый год из других источников чтобы его развивать а потом еще сколько лет чтобы вывести в прибыль и каждый раз мы набирали просто другого человека нужного оператора или еще кого-то и все надеялись потому что youtube говорил мы сейчас разовьемся мы будем круче телевизора люди будут снимать фильмы под youtube да может у них было в этом всем в их стратегии развития но нет у них теперь стратегии развития такое когда она все возобновится неизвестно вам конечно хочется смотреть интересный контент но так пока так то есть на ю тубе смотрите наши демки спонсору мы уходим со всем своим контентом и наши прошлые фильмы на яндекс дзен и яндекс дзен будет дублироваться с то есть все наши демки они будут попадать сразу в яндекс дзен и моя очень большая к вам просьба если есть такая возможность нас смотрите нас лучше на яндекс дзене пока потому что так поступать как поступает youtube нельзя просто нельзя то есть это дискриминация блогеров целой страны и как его назвать он тоже должен прочувствовать то есть мы защищали этот youtube воролись за него а у нас просто предал большую часть блогеров у которых действительно вокруг них собраны определенные группы людей которые работают этот целый сектор фактически развел развивался очень так то что нашли к вам и который не сдохнет все нахril как у нас вместе есть в реакции это не flat и мы не любим нас без работы то есть здесь через три и третьи и два и два и три и три и три и три и тури и